Технострой Олимп. Доступное жилье каждому. Эти выходные были напряженными для дорожных служб. На улицы вышел весь парк муниципальной снегоуборочной техники. А это 92 машины. И в помощь сотня рабочих. Теперь очередь дошла до дворов и межквартальных территорий. 17 тысяч кубов снега вывезли коммунальщики с городских улиц буквально за неделю. Для сравнения, за два предыдущих месяца с дорог и дворов убрали всего 6 тысяч кубов. В субботу расчищали дворы на улице Чайковского, второй Овражной и на проезде Котовского. Этот двор можно считать образцовым. Автовладельцы к назначенному времени вышли на улицу и отогнали свои машины. Коммунальщики буквально за час расчистили дорогу вплоть до асфальта. А вот в соседнем дворе с этим оказалось сложнее. Перед тем, как приступить к работе, пришлось обзванивать все квартиры. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а у вас нет машины здесь? Вот хендай белый не ваша? На поиски автовладельцев и уборку транспорта ушло как минимум полчаса. При этом коммунальщики еще и выслушивают необоснованные претензии в свой адрес. Хотя объявления о том, что во дворе будет работать техника, заранее вывешивали на каждый подъезд. Есть категория людей, где просто на это относятся наплевательские объявления. Знают, видят объявления, но никак не реагируют. Обзваниваем потом по домофону, как-то выискиваем. Некоторые даже отвечают, что сегодня выходной, я никуда не выйду, надо было чистить в будни. Мы люди, все люди разные, стараемся, хотим сделать как лучше, натыкаемся на такие проблемы. Потом люди с соседнего двора будут жаловаться, говоря, что в этом дворе хорошо очищено все до асфальта, почему у нас не очищено. Для общей пользы необходимо потерпеть временные неудобства и перепарковать свое авто на час-полтора. Иначе во дворе так и останется снежное месиво. Обращение коммунальщиков касается и тех, кто ставит свое авто на прикол на центральных улицах. Кстати, снег уже вывезли с Держинки и Карла Маркса. Сегодня закончат очищать улицу Мира.